Добрый день! Совсем недавно я рассказывал о традициях Рождества в разных странах. Сегодня я расскажу, как до нас дошла новогодняя елка. Традиция отмечать Новый год и Рождество с переливающейся разноцветными огнями елкой привычны и таинственны одновременно. До сих пор можно только гадать об истоках этого обычая, а сама нарядная елочка имеет непростую многовековую традицию. Райское дерево и ельское полено. Некоторые исследователи считают, что Рождественская ель – напоминание о райском дереве, где разыгрывалась история Адама и Евы. В соответствии с этой идеей традиционные елочные украшения, стеклянные шары, символизируют плоды райского дерева. По другой версии, обычай ставить и наряжать елку – это отголосок еля, древнего германского праздника в ночь зимнего солнцестояния. На ель полагалось украшать, а затем торжественно сжигать полено, как правило, дубовое или ясеневое. И дуб, и ясень почитались, как священные деревья. Символами еля служили также подуб, астролист и ключ. Ими украшали дом снаружи и внутри, стебли пшеницы и ветви вечно зеленых растений. Из них плели корзины, в которых разносили подарки – яблоки и гвоздику. Рождественская ель в Европе Кому и когда впервые пришла в голову мысль принести елку в дом перед Рождеством, точно неизвестно. Споры об этом далеко не так невинны, как могло бы показаться. Совсем недавно, в 2009-2010 годах, между Латвией и Эстонией, выяснявшими, где елка появилась раньше в Риге в XVI веке, или в Таллине в XII столетии, дело едва не дошло до дипломатического конфликта. Есть также сведения, что в том же XVI веке рождественский праздник с елкой устроил у себя в доме в саксонском городе Айсленберни религиозный реформатор Мартин Лютер. Легенда о нем гласит, что однажды, идя в ночь на Рождество по лесу, он увидел, как наверхушку еле упала звезда. Украшенную фруктами и пряниками елку аскетичные лютеране не считали излишеством. К XVIII веку рождественское дерево стало привычным явлением во многих германских землях. Где-то елку подвешивали к потолку макушкой вниз. Так она олицетворяла лестницу, спущенную людям с небес. Где-то маленьких елочек наряжали столько же, сколько было членов семьи и гостей, которых полагалось поздравить и одарить. В Германии же гораздо позднее, когда к концу XIX века оскудили ее леса, изобрели первые искусственные елки. Их делали из гусиных перьев, которые красили зеленый цвет. Немецкие принцы и принцессы, сочетавшиеся браком с иноземцами, или сами садившиеся на трон, потом банкиры, торговцы, учителя и ремесленники, принесли рождественную елку в другие страны Европы. При Британском дворе первую елку нарядили еще в 1760 году. В 1819 лесная красавица стала частью придворного праздника в Будапеште. В 1820 в Праге. В середине XIX века с рождественской елью познакомились Соединенные Штаты. И обязаны эти американцы, конечно, переселенцам из Германии. Петровский указ о праздновании Нового года. В декабре 1699 года Петр I специальным указом ввел в Россию юлианский календарь и повелел перенести встречу Нового года с 1 сентября на 1 января. В указе содержались предписания, как именно верноподанным следует веселиться. Новый год надлежало праздновать с фейерверками и обильным угощением. Москвичам, жителям тогдашней столицы, рекомендовалось украшать хвойными деревьями и ветвями елью, сосной, можжевельником, свои дома. Праздничная елка по-настоящему прижилась в России только ближе к середине XIX столетия, хотя уже в начале века была частой гостьей в домах петербургских немцев. Коренному же населению пример подали монахи. Первая елка в императорском дворце была поставлена 24 декабря 1817 года в сочельник по приказу великой княгини Александры Федоровны, супруги будущего императора Николая I. Новшество домашнего обихода высочайших особ постепенно приняло знать. Поначалу елки почти не украшались. На ветвях укрепляли свечи, которые зажигались дважды, в сочельник и на само Рождество. Под деревце, чаще всего небольшое, стоящее на столе, клали подарки для членов семьи. Павильон Екатеринговского вокзала в Петербурге в 1852 году стал первым общественным зданием, где под Рождество появилась елка. Крупная, почти упирающаяся в потолок макушку и дерево, увешанную украшениями из цветной бумаги, положила начало традиции публичных елок, распространившиеся на театры, дворянские, офицерские и купеческие клубы и собрания. Упрочившаяся мода на елке дала толчок фантазии коммерсантов. В конце 1840-х-50-х годов возле гостиного двора в Петербурге появились елочные базары. Солидные горожане с ребяческим азартом соревновались, у кого елка больше, гуще, затейливее наряжена. Над украшением не обязательно было ломать голову самому. Швейцарские кондитеры продавали елки с готовым декором. Это стоило дорого. Хотя висущие копейки по сравнению с елочным убранством в некоторых богатых домах, где на зеленых ветвях развешивали бриллиантовые колье. В последних десятилетиях 19 века арсенал украшений пополнился игрушками промышленного производства. Выбор был широк. Стеклянные шары, объемные клееные фигурки из картона, съедобные миниатюрные зверюшки из сахара и миндаля, гирлянды, хлопушки и бенгальские огни, золотой и серебряный дождь. Православные священники безуспешно, но упорно протестовали против елки, как светского и даже языческого обычая. Они не могли знать, что пройдет не так уж много времени, и именно рождественскую елку объявят символом религиозного дурмана. Приключения новогодней елки в СССР В 1917 году большинству семей стало не до елок, но это не помешало издательству «Парус» накануне 1918 года выпустить подарочную детскую книгу «Елка». В роскошный альбом, оформленный Бенуа, вошли стихи и рассказы Корнея Чуковского, Саши Черного, Брюсова и курировшего издания Максима Горького. Новая власть считала елку вполне уместным праздничным атрибутом для жителей постреволюционного Петрограда. Комсомольские елки устраивались еще в середине 20-х годов. Гонение на разукрашенное дерево, по сути, началось действовать только в 1929, когда в партийной прессе официально осудили празднование Рождества, а вместе с ним, как поповские обычаи, и рождественскую елку, якобы отравляющую детей религиозным ядом. Теперь елку, если и приносили в дом, то тайно, ставя там, где ее нельзя было увидеть ни с порога, ни в окно. В окна специально с этой целью заглядывали бдительные добровольцы, патрулировавшие улицы с середины декабря. Елка была реабилитирована в 1935 году, после краткого обмена репликами между Сталином и украинским партийным сановником Постышевым. «А не вернут ли детям елку?» – спросил Постышев. Сталин идею одобрил. Его собеседник выступил в газете «Правда» с заметкой, где укорял левых загибщиков, ослаивших детское развлечение как буржуазную затею. Публикация появилась утром 28 декабря. И всего за несколько дней по всей стране были организованы праздничные мероприятия с елками и налажено производство елочных украшений. Советская елка никоим образом не должна была ассоциироваться с Рождеством. Украшения отражали дух времени. Голубую рождественскую звезду о семи лучах заменила красная пятиконечная. На елку вешали миниатюрные самолеты и автомобили. Крошечные пионеры, трактористы, представители народов советских республик соседствовали с героями сказок и фигурками животных. В конце 30-х кампанию пополнили новые персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В 1937-м были выпущены стеклянные шары с портретами Сталина, Ленина и членов Политбюро. Но это назначение быстро сочли сомнительным с политической точки зрения. Главные елки России В декабре 1996 года впервые с революционных времен гигантская елка была установлена на Соборной площади Кремля. С 2001 по 2004 год роль новогоднего символа выполняло искусственное дерево. Но с 2005 на площади снова красуется живая ель. Ее заранее отбирают в Подмосковье по определенным критериям. Дерево должно быть не меньше 100 лет, и оно должно достигать примерно 30 метров в высоту. Победительницу определяет конкурс среди лесничеств. На Красной площади, где сотни москвичей и туристов встречают Новый год, в последние годы наряжают огромную искусственную ель. Ну вот, наверное, и все о рождественских традициях зарубежных стран и России. До свидания! Мир вашему дому! Счастливого Нового года! И до встречи!